Всем привет, с вами Палте. Добро пожаловать на канал и вышла iOS 17 бета 8. Похоже это последняя бета и дальше будет Golden Master версия, которая и является релизом. Так что бета программа iOS 17 подходит к своему логическому завершению. Давайте посмотрим, что нового в восьмой бете и стоит ли ее ставить. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, и обои из видео есть в телеграме, ссылка на которые в описании. Вернемся к iOS 17 бета 8 и начнем, наверное, не с веса обновления, а с презентации, которая официально подтверждена 12 сентября. Перед вами скриншот приглашения на эту презентацию, тут яблоко растворяется в ночи, и какие предпосылки для этого есть, потому что обычно таким Apple намекает, чего ждать на презентации. Я склоняюсь к тому, что это намекает на утончение рамок в новых iPhone, типа вот что они будут вообще минимальные, и также камера перископ, которая позволит фотографировать очень маленькие элементы, которые на этой фотографии как бы в ночь уходят. Ваше мнение, что вы здесь видите, напишите в комментариях, может угадаете, какие фичи Apple покажет в новых iPhone 12 сентября. Далее вес обновления бета 8. В зависимости от вашего устройства, это примерно 550 мегабайт, это очень немного, поэтому ждать больших существенных изменений здесь не стоит. Если мы поговорим о версии по высотному модулю, оно осталось без изменений, но у нас со связью на iOS 17 все достаточно неплохо, интернет не отваливается, и сеть в целом работает хорошо. Если посмотреть на номер сборки этой iOS 17 бета 8, то тут у нас в основных настройках есть окончание A. Это говорит о том, что бета программа подходит к завершению, потому что если дают прошивке версию A, это говорит, что это чуть ли не финальная сборка, которая будет доступна чуть позже для всех. Так что это действительно одна из последних бета версий iOS 17, которую получили разработчики. Далее поговорим о изменениях iOS 17 бета 8, и первое это не изменения, скорее, а просто переключатели в настройках. После обновления на эту бету 8 эти переключатели могли включиться, даже если вы их выключали. Особенно заметно, если вы перейдете в настройки, конфиденциальность, здесь есть службы геолокации, и тут есть системные службы внизу. Вот важные геопозиции я точно выключал, я их не использую, но они у меня почему-то включены. И также аналитика чуть ниже, она у меня выключена, но в твиттере многие пишут, что аналитика тоже стала активной после обновления на 8 бету. Просто проверьте эти настройки, выключите, если они вам реально не нужны, и в целом посмотрите на такие критические настройки, которые вы меняли, возможно, они включились после обновления. Еще в 8 бетке совершенно не изменился переключатель бесшумного режима, вернее, та вибрация, которую он издает. Так что это не баг, я напомню, в 7 бете изменили эту вибрацию, она стала более длительной и ощутимой. Это намекает на создание кнопки action, то есть действия, которая заменит этот переключатель бесшумного режима. И, соответственно, чтобы вы понимали, что вы что-то включили, нажав на кнопку, нужно изменить вибрации и сделать их существенными. В 8 бете все осталось, как было раньше, так что это действительно намекает на то, что в 15 серии этот переключатель уходит и будет кнопка action. Также по изменениям на iPhone совершенно пропал нагрев. Это говорит о том, что Apple все-таки провела хорошую работу и оптимизацию системы под капотом, и на 14 Pro Max, на котором нагрев наблюдался в каких-то там социальных сетях или в мессенджерах, этого нагрева абсолютно нет. Это очень хорошо. Даже на зарядке этот нагрев стал меньше. То есть это действительно говорит о том, что проведена работа с оптимизацией системы. В остальном никаких новых изменений, новых фишек нет. Мы ждем релиза iOS 17 для всех, который будет в сентябре. И где-то в 17.1 должны уже появляться те функции, о которых говорили. Типа сторонние магазины приложений для определенных регионов должны быть. Так что ждем, пока выйдет 17 для всех. И, соответственно, пройдет сколько это времени до 2024 года. Потому что эти изменения должны быть именно в 2024 году. Касательно багов, проблем в iOS практически не осталось. Ну, по крайней мере, таких критических, которые влияли на использование. Первый баг был с хранилищем, когда системные данные заполняли всю память. Если зайти в хранилище iPhone в настройках, то вы видите вес системных данных в самом низу. И это абсолютно нормальная цифра. То есть если у вас вот так, это хорошо. То есть системные данные не весят много и не съели место на вашем устройстве. Баг с Wi-Fi и Bluetooth, когда iPhone или не подключается к Wi-Fi, или отваливаются устройства, в том числе и Wi-Fi, такого абсолютно не замечено. На 8-й бейте я попользовался с AirPods, они нормально коннектятся к iPhone и нормально воспроизводят музыку. И к точке Wi-Fi, к роутеру iPhone тоже подключаются без каких-либо проблем. По поводу анимации, анимации разблокировки, там анимации опускания шторки, ну вы сами можете видеть, что никаких проблем с этим нет. То есть Apple хорошо сделала оптимизацию, пропала на ГФ устройство, и это хорошо сказалось на той же оптимизации и анимации систем. То есть никаких проблем с анимациями, никаких лагов или багов тоже не замечено. Камера чувствует себя нормально, ничего не трещит, не шумит, но в целом таких проблем давно не было, хотя в комментариях некоторые люди все так же продолжают писать, что камера потрескивает при открытии. По производительности батареи в целом все очень неплохо. По сравнению с первыми версиями iOS 18, которые были, это просто отличная система, которая должна быть в релизе. То есть система работает хорошо, она не тормозит, не лагает, iPhone не перезагружается сам по себе. И все программы, даже не оптимизированные под iOS 17, на первый взгляд не сталкиваются с проблемами и хорошо себя чувствуют на устройстве. Батарея держит день активного использования, это неплохой показатель, можете видеть сколько экран активен в аккумуляторе. Это достаточно хорошая цифра. То есть в целом вот на данную минуту бета 8 уже что-то похоже на финальный релиз, потому что система работает как надо и проблем с ней действительно на данную минуту никаких нет. Так что если вы уже на бете, можете ставить восьмую бету и соответственно использовать эту систему как основную на вашем устройстве. Последнее это сроки выхода iOS 17. То есть если мы откроем календарь, мы видим, что у нас уже конец августа. И дальше на неделе с 4 сентября на данную минуту мы не ждем никаких новых обновлений. То есть эта неделя полностью скипается. У нас есть 12 сентября, это день презентации новых iPhone. Соответственно где-то в районе 12 сентября должна выйти релиз кандидат версии. То есть это последняя бета с номером сборки, которая позже будет доступна для всех. Это по сути и есть релиз. Так что 12 будет релиз кандидат, 15 мы ждем новые iPhone для предзаказов. Соответственно 22 сентября они должны поступить в продажу. И до продажи 17 должна выйти для всех. То есть если посмотреть в календарь, это или 19 или 20 сентября. То есть вот такой вот у нас график, это уже совсем скоро. Это очень радует, что тут новый iPhone на носу и новая система, которая достаточно неплохо работает на восьмой бете. Так что вот такие у нас сроки, вот такая вот бета. Пишите в комментариях как у вас работает система, есть ли у вас какие-то проблемы и баги. Буду рад пообщаться с вами в комментариях. На этом все, буду рад если поддерживать видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok